Сократить количество энергопередающих компаний на треть, намеренные в Минэнергетике. Добиться результата планируют после укропнения этих организаций в регионах. Эта задача по реализации 51-го шага плана нации поможет не только повысить надежность энергосбережения, но и решить проблему с бесхозными электросетями. Об этом на брифинге СЦК рассказал глава департамента профильного министерства Бауржан Сарсенов. Он отметил, что для ускорения процесса в каждой области разработаны специальные дорожные карты. Спикер подчеркнул, что в судебном порядке бесхозными признано порядка 120 километров электросетей свыше 470 трансформаторных подстанций. Для активной передачи их на баланс региональным электросетевым компаниям государству предусмотрено одноразовое освобождение от корпоративного подоходного налога и налога на имущество. Кроме того, с этого года вводятся специальные требования для энергопередающих организаций. При передаче этих сетей, если кто-то будет соответствовать тем требованиям, которые мы предъявляем в законе, то, пожалуйста, она будет работать. Но в законе, который был принят в июле этого года, оговорено, что в тариф закладываются какие-либо расходы по исполнению этих требований энергопередающих организаций не будут. То есть они должны будут и автоматизированную систему, и все службы, которые необходимы для эксплуатации сетей, все это сделать за счет собственных вложений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...